Вы смотрите отзыв об отеле Корсоу. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Sapiens, который был в нем в 2013 году. Хотел Корсоу С. Р. Л. Корсоу Дель Пополо. 2.35131 Падова, Италия. Тел. Плюс 39.049.875.0822. Фэкс. Плюс 3.904.966.1576. www. Хотел Корсоу Падова. И. Двухместный номер. 7 ночей. 525 евро плюс 15 евро. Городской налог. Бронировали в ноябре. В январе стоимость на наши даты выросла до 640 евро. Дальше, страшно подумать. В марте, мест уже не было. Бесплатная отмена бронирования со штрафом за двое суток до заезда. Отель заранее ничего не списывал, на карте ничего не теребил. Налог предложили оплатить на выбор, деньгами или карточкой. Перед бронированием, конечно, ознакомились с отзывами об отеле на разных сайтах. В том числе, прочитали отзыв тапочки. Сентябрь 2011. Так что были готовы к некоторым неудобствам, но перевесило расположение отеля и наличие в нем бесплатного Wi-Fi. Скорее всего, за прошедшее время был произведен ремонт. Вообще-то, когда забегали днем в отель, видели, что в некоторых номерах продолжают что-то модернизировать. Теперь, собственно, наше наблюдение. На Рецепшине работали две, посменно, совершенно непригламуренные, очень приятные тетушки. При заселении был выдан ключ-карточка, очень удобно, так как не надо было сдавать каждый раз, и похоже на кассовый, чек с логином и паролем для доступа в интернет. В номере ловилось три или четыре отельных сети, подключаться можно было к любой. Работает бар, есть комната хранения багажа, немного задумчивый лифт. Стоит автомат по продаже воды, кофе и тому подобное, как-то поздно вечером решили воспользоваться им и достать из него несколько бутылок воды. На второй бутылке из соседнего с автоматом номера выскочил итальянец. Очень похоже, что южанин, и стал что-то говорить. На законный ответ, что мы его не понимаем, стал дразниться, но капешко, но капешко, и ушел. Но у нас спокойно добыли еще пару бутылок, и только по дороге в свой номер сообразили, что разбудили грохотом выпрыгивающих бутылок бедного работягу. Хотя не было еще и десяти вечера. Больше к автомату не подходили. Лифтовые холлы кем-то одизайнены разными предметами, где-то стоит ваза, машинка, зингер, еще какие-то предметы, уже ненужные дома. Больше всего поразил зал для завтраков. Двухуровневый, со стеклянной крышей, полутораметровым телевизором и кучей разнообразной еды, которая по мере убывания немедленно добавлялась. Никакой толкучки не было, столиков достаточно. В ассортименте – омлет, сосиски, нарезки мясные, сырные, хлеб, для тостера булки, круассаны, мед, йогурты, мюсли, пирожные, несколько разных тортиков, фрукты живые, фрукты из консервов, овощи маринованные и соленые, соки, из автомата, но химического вкуса не было. Скорее всего из пакетов – молоко, вода и тому подобное две кофемашины с нормальными зернами. Дома на утром просто пьем кофе, но тут. При бронировании указали желательность номера для курящих, и при заселении нам шепотом было сказано, что в санусле номера есть окно, в которое и можно курить. Окно было, причем расположено таким образом, что при желании, можно было видеть происходящее в туалете соседнего номера, и естественно, наоборот. У нас номер был угловой. Два металлических окна с разными вариантами открытия, закрыто, открыто и сильно открыто, электрическими рольставнями и занавесочками выходили на Корсоу Дель Пополей. Корсоу Дель Попола. Конечно, было шумно, мотоциклы, трамваи, дизельные автобусы, очень дизельные автобусы. Под окнами было какое-то ночное заведение, и люди выходили из него поговорить на улицу. Акустика чумовая. Засыпали под это все моментально, на раз-два, хотя можно было поставить окно в положение закрыто и шума не было бы. В номере была кровать, две тумбочки, шкаф с большим запасом вешалок, подушек и одеял. В чемодане ЦА стол с телевизором не смотрели, и настольной лампой не включали. Кондиционером не пользовались. Был фумигатор. Так как комары залетали, приходилось его включать. Правда таблетки в нем меняли через день, но у нас с собой было. Убирались чистенько. Коридор. Немного смазала общее впечатление конструкция душевой кабины. Две занавесочки на биообразном карнизе никуда не прилипали, зона помывки достаточно просторная. Но подонана была, занавесочки коротенькие и после водных процедур на всем полу была аква-альта. Расходные материалы санузла регулярно пополнялись. Хороший фен. Мощный. Сушил вместе с волосами и мозг. Женщинам укладку сделать нереально. Берите свой. На фотографиях санузел выглядит намного мрачнее, чем на самом деле. Можно было бы включить свет при съемке или хотя бы вспышку. До вокзала идти минут пять. До автовокзала – шесть. Можно проехать до вокзала одну остановку на трамвае. До Капаллы-Скровеньи тоже минут пять. До Фрата-Делла-Вале остановок пять-шесть на трамвае. Минут десять идти до Кафа-Педракчи, Пьезо-Дель-Доома, Пьезо-Делла-Фрата, Пьезо-Делла-Иор. Вечером рядом с отелем поесть негде. Надо идти в город. Но днем есть где перекусить. По дороге между вокзалом и отелем есть несколько точек общепита. Это итальянские, китайские, арабские, американские, Макдональдс, работает допоздна, но это ж не серьезно в Италии. В здании отеля на первом этаже находится итальянский снэк-бар под управлением китаянок, но кофе у них очень даже приличный. Еще на первом этаже отеля есть достаточно большой книжный, где можно разжиться разными, в том числе русскоязычными, путеводителями тем, кто не подготовился. В здании вокзала есть большой супермаркет, которым мы однажды воспользовались во время ливня, когда поняли, что если выйдем вечером искать ужин, то нас смоют в Бренту. Там помимо стандартного набора продуктов, есть разные салатики в упаковках, наборы овощей с ложками, белками, маслом и бальзамическим уксусом. На параллельной Корсо-Дель-Пополо улицы есть русский магазин. Продукты отечественные, продавщицы, сунговые, пригодятся для ностальгирующих. А это то, что с другой стороны отеля. Все минусы сразу меняются на плюсы. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова